Мурад Олегович, попросим комментарий к только что завершившемуся матчу. Я думаю, что вы видели красивый матч в много моментов. Мяч был постоянно внизу и порадовали. Я думаю, что порадовали содержанием. Первый тайм, считаю, что у нас было больше острых моментов. Один раз мы ошиблись, когда выходили из обороны. Там был неплохой шанс умер за все остальное. Там было больше остроты у ворот Тулы. Второй тайм начался с таких событий, острых атак. И могли забивать и мы, и вы. Потом порадовала реализация. Три момента мы реализовали. В принципе, достаточно уверенно довели дело в этот лобе. Хочется сказать, что приятно играть с Арсеналом. Команда, которая сама играет и дает играть сопернику. Я думаю, что тот путь, который вы выбрали, дорогого стоит, когда в счете 0-3 все болельщики кричат спасибо за сезон. Также хочу сказать нашим болельщикам спасибо. Их было очень много перед гостиницей. И в нашей гостинице тоже их поддержка, она очень важна для нас. Спасибо, коллеги. Вопросы были. То, что в первом тайме ваша команда не настаивала на каких-то отрезках на обладении мяча, связано с тем, что вы опасались быстрый контратак Арсенала? Я думаю, что не связано. Наоборот, если мы опасаемся контратак, то нам лучше не давать вам мяч. Мы не разобрались по высокому прессингу. Когда вы начинали отворот, мы играли немножко осторожно. И так по ходу я пытался докричаться. Там чуть-чуть изменили, но во втором тайме, когда выводили мяч, мы были высоко, и мы старались накрывать. Поэтому, наверное, немного с этим связано. Пожалуйста. До этого матча вы говорили, что основная задача Краснодара вообще в этом сезоне – это гигачемпионы. Все, теперь задача реализована. Остался всего один тур. Как вы можете уже оценить сезон для Краснодара? Ну, если разбить его на отрезки, до Нового года мы провели сильную часть, где всего был отрыв одно очко от «Зенита». Мы вышли из достаточно непростой группы с 12 очками в Лиге Европы и прошли дальше в кубки. Мы провели хорошие сборы зимой и выдали два отличных матча с «Байером», который был очень силен. Далее у нас пошли травмы, дисквалификации. И у нас не такая большая бойма, одно за одним. Мы постоянно не досчитывались двух, трех, четырех футболистов. И из этой ситуации было очень сложно выйти. Мы не играли потом так ярко у нас. Мы потеряли ряд очков. И сейчас понимаю, что если бы не эта ситуация кадровая, то мы могли бы сейчас до сих пор быть в чемпионской гонке. Но, к сожалению, будет это уроком для нас, наверное, что нужно немножко больше футболистов брать. А так, я считаю, что сезон прошел на достаточно высоком уровне. Мы радовались зрителей. Почти все матчи последние полный стадион приходят. И это о многом говорит. Поэтому только положительные эмоции. Но сезон не закончился. Еще один матч. Опять же, уже все билеты раскуплены. Есть шанс поворотиться за второе место. Мы им должны пользоваться. Поэтому будем готовиться. Еще вопрос, пожалуйста. Интермакс. Ну, в принципе, вы в Лиге Чемпионов. Требуется ли усиление все-таки команды? Потому что Лига Чемпионов это все-таки непроходной двор. Это очень серьезный клуб. Но по последним информационным данным, все-таки у вас нетр игроки якобы собираются уходить. В том числе очень сильно. Подскажите, у вас как-то уже есть наметки? Кто будет? Да, конечно, есть наметки. И кто придет, ведутся переговоры. И у тех, с кем заканчивается контракт, тоже ведутся определенные разговоры. Поэтому я, к сожалению, не могу вам сейчас сказать. Я думаю, никто вам не скажет, пока не будет официального объявления о том, что кто-то уйдет или кто-то придет. Но Краснодар немного изменится в следующем году. Второй угол сломил арсенал. Нам так показалось. А сколько игроков и кто из вашей команды сможет еще забить в этой же точке? Такой же был Краснодар. Помимо Перейры, это Ари может сделать. Он уже забивал такой гол в Самаре. Может сделать Шапи. Вандерсон тоже тренирует этот удар. Поэтому из молодых и Игнатьев, Уткин. Мы настоемся. Почти каждый день мы тренируем эти штрафные удары. Я рад, что сегодня в самый нужный момент мы смогли его забить. Создаете такую циклацию? Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.